добрый день дорогие друзья я надеюсь меня видно и слышно нормально поставьте пожалуйста плюсики если видите и слышите меня хорошо в чат ну что ж мы с вами начинаем наш очередной вебинар и сегодня спикером вебинара буду я я не выступал в этой роли уже почти два месяца и вот мы начинаем наш очередной цикл который буду вести я и который посвящен работе в университетской библиотеке онлайн и в других проектах компании директ медиа это наш традиционный цикл который мы проводим раз полгода вебинары возможно немножко похожи друг на друга отличаются только теми новинками которые за эти полгода произошли вот так что для тех кто уже бывал на таких вебинарах сегодня будет мало нового ну что то все таки будет вот тем не менее разрешите начать как обычно я начинаю когда не виду вебинар а только виду начало предваряю его в самом начале нашего чата я разместил полезные ссылки для слушателей директ академии первые из них ведет на наш на нашу главную страницу сайта директ академии на которой вы можете познакомиться с расписанием списание наших вебинаров сверстана мы обычно оверстаем прямо на целый год потом пополняем и на нем вы можете в нем вы можете зарегистрироваться на любое мероприятие которое предстоит до конца нашего учебного года то есть до июля запись этого вебинара тоже ведется и запись запись и вы сможете познакомиться на нам на нашем видеоканале на ютубе ну вскоре через несколько дней после окончания вебинара скажем так а всего на нашем канале более 450 учебных роликов прошу прощения записи вебинаров которые вы можете посмотреть это огромная база данных база знаний по проблемам интересующим образовательное сообщество поэтому подписывайтесь пожалуйста на наш канал и будет вам интересно ну и третья ссылка она ведет на страницу онлайн курсов а где вы можете выбрать для обучения один из онлайн курсов предлагаемых директ академии а наконец последний последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов на которой вы сможете приобрести сертификат после посещения вебинара либо после посещения этого вебинара сразу по окончанию либо после любого из вебинаров которые были в прошлом а также я хотел бы про анонсировать несколько вебинаров которые состоятся в ближайшее время уже на следующей неделе так одну минутку у меня эта информация в табличке которые должен запустить сейчас я вам скопирую этот кусочек информации вот эта информация на сей раз конце нашего чата эта информация о трех последующих вебинарах 25 марта в понедельник у нас будет алексей мурзинов с вебинаром а кто ясно мыслит тот и ясно излагает логика дипломной работы вебинар будет посвящен работе руководителя дипломного проекта над над собственно руководством 26 марта во вторник наша постоянная ведущая марина пивень проведет вебинар из цикла из трека точнее вебинаров по истории искусства вебинар называется андрей матис я просто кладу краску которая выражает мои чувства а ну и наконец в среду 27 снова мой вебинар который называется университетская библиотека онлайн для библиотекаря а если сегодня мы поговорим оба функционале университетской библиотеки онлайн для преподавателя и читателя то в среду у нас будет вебинар для библиотекарей ну что ж давайте приступим собственно к вебинару наша сегодняшняя тема университетская библиотека онлайн для преподавателя читаем работаем публикуем и пару слов собственно о нас вот перед вами главный экран университетской библиотеки онлайн университетская библиотека онлайн это флагманский продукт компании директ медиа основной наш продукт основная наша система которая предоставляет вузам возможность обращения к большому количеству учебной и научной литературы в электронном виде так вот если говорить если говорить о нас совершенно кратко что такое университетская библиотека онлайн в цифрах это более 125 тысяч доступных книг более 450 вузов подписчиков мы агрегируем около 25 процентов рынка эбс в россии у нас представлены более 400 издательств из них примерно 150 если не изменяет память это вузовские издательства то есть те издательства которые работают непосредственно на свои и похожие вузы ну и так далее и так далее остальные цифры тоже не буду их все называть здесь наш основной слоган это больше чем эбс потому что мы стараемся в компании директ медиа продвигать не только идею собственно электронных книг но и более широкую идею учебного контента которые учебного и просветительского контента я бы так сказал который покрывает все потребности все потребности вуза это и различные формы электронного учебного контента мультимедиа контент мы агрегируемся вместе с детектором плагиата с антиплагиатом мы ведем такие проекты как артпортал и энциклопедиум а первым из них у нас будет отдельный вебинар у нас есть как как у издательства есть возможность печати по требованию бумажной литературы бумажном виде литературы для наших авторов как правило это авторы преподаватели у нас действует система продвижения в ринс литературы которая у нас размещена ну и наконец вот то где вы сейчас находитесь это наш проект директ академия где каждый день каждый рабочий день происходит вебинар направленный на интересы вузовского сообщества и сообщества библиотекарей наши основные отличия от других ИБС мы агрегируем больше ведущих и уникальных издательств шире у нас представлены гуманитарные дисциплины из них наиболее хорошо представлены экономика управление финансы бизнес у нас есть широкий арсенал книг от директ медиа как от издательства компания директ медиа это не только агрегатор контента но и издательство директ медиа и исторически и по факту как сейчас это есть поэтому наши собственные книги тоже представлены в нашей ИБС ну и закончив сводной частью я хотел бы вкратце рассказать о нашем сайте сегодня мы коснемся функционала доступного с одной стороны самой простой категории слушателей такой как студенты то есть это наша роль младшая роль в нашей библиотеке но младшая это не значит что не главное собственно для них все и делается и также такой роли как преподаватели которым доступно примерно все тоже только еще чуть-чуть еще кое-что сделано специально для преподавателей рассмотрим нашу главную страницу вот я здесь пометил цифрами разные ее элементы самый верх нашего сайта предлагает переход между разными переход между разными продуктами компании директ медиа такими как собственно университетская библиотека онлайн и интернет-магазином арт-порталом бизнес-библиотекой проектом энциклопедиум школьным порталом порталом библиотеку non-fiction ну и собственно директ академии это наш сайт а вторая прошу прощения сегодня не все хорошо с голосом поэтому буду немножко хрипеть вторая под номером 2 группа переключателей языка и также важный переключатель в виде вот такого вот глазика который позволяет переключиться в контрастную схему воспроизведения контента университетской библиотеки онлайн для плохо видящих пользователей нашего сайта третья часть это поиск причем поиск бывает обычный и расширенный и он собственно составляет несмотря на то что малую часть но самую верхнюю часть нашего сайта что говорит о том что в настоящее время конечно главным путем нахождения какой бы какой-то литературы в ВБС является поиск а не блуждание по ее разделам ну и соответственно на улучшение нашего поиска нацелены не скажу что основные но очень серьезные силы с тем чтобы поиском можно было найти сразу то что то что то что хочется студенту преподавателю и библиотекарю четвертый раздел это раздел перехода в свой профиль где можно где располагается все что для вас уникально в этой библиотеке ваши настроечки ваша если вы преподаватель ваша информация о вашем ринце индексе цитирования книжная полка на которой вы отложили литературу поисковые выборки которые вы создали в процессе поиска ваши настройки отобранная вами литература для студентов и так далее под пятым номером идет уже на меню собственной университетской библиотеки онлайн в отличие от меню 1 которое как я говорил является переходом между разными проектами нашими ну и здесь частично реализованный переход между разделами сайта между такими разнородными скажем так разделами сайта которые напрямую не связаны с поиском контента а связаны с различными формами функционала сайта ну а 6 7 8 и 9 это разные разные переходы между между частями сайта которые посвящены уже разному контенту то есть по сути дела это уже каталог в котором вы можете найти по примеру бумажной библиотеки что-то в рубрикаторе и искать когда вы ищите не поиском а ищите путем уточнения вида вашей литературы области знаний и так далее мисс или подвал нашего сайта тоже интересен и в нем есть несколько кнопок которые я несколько областей на которые я хотел бы обратить внимание вот область 1 это область новостей и если вы часто посещаете наш сайт то вам может показаться интересным посмотреть что у нас происходит и какие новинки реализуются в частности в этих новостях как вы видите есть информация о нашей директ академии и все новые вебинары вы можете посмотреть в том числе и там второй под номером 2 идет вот такая вот вкладочка которая существует на всех страницах нашего сайта и позволяет задать вопрос нашей техподдержке впрочем об этом подробнее чуть попозже третий раздел это наиболее подробное меню нашего сайта в подвале где есть такие переходы на такие разделы которых нет в верхнем меню оно более подробное наверху бы просто не поместилось но вот из таких интересных разделов для преподавателей студентов я бы например выделил тематические коллекции о которых я тоже расскажу отдельно это такие части нашего контента которые представляют особый интерес я о них отдельно расскажу тут же есть переход в разделы мультимедийной информации ну и много-много еще другого четвертое под четвертым пунктом есть есть кнопочки по которым вы можете бесплатно установить на свой гаджет онлайн приложения мобильные приложения для университетской библиотеки онлайн либо для iOS либо для андроида есть два варианта ну и наконец под пятым пунктом это переход к нашим аккаунтом в различных соцсетях в фейсбуке во вконтакте у нас есть аккаунты а также наш аккаунт в ютюбе где как я уже говорил сегодня в начале нашего вебинара хранится огромное количество проведенных мероприятий записей а также учебные ролики и много другой интересной информации перед тем как перейти к описанию нашей читалки давайте посмотрим ролик посвященный первоначальному поиску литературы точнее не поиску а ознакомительному экрану отдельные книги где вы можете совершить некоторые действия еще до того как начнете читать читать книжку давайте посмотрим этот ролик я на время этого ролика буду находиться в чате а себя отключу от эфира я имею ввиду не в в а а и а а и и и Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом, и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки, и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки «Читать» и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет, «Печатный экземпляр». Ну, на кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин Директ Медиа. Вот открылась эта страничка, и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии «Print on Demand». Вот вы видите, есть такое изображение принтера, мы можем на него нажать, и возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров, и появится сумма, которой необходимо заплатить. Выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн, и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки, и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора, и, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже, под названием книги, мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка, и, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину «Иностранный язык». Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку «Параметры поиска», мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины «Иностранный язык». И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка – это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. В данном случае это наше издательство – издательство Директ Медиа. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность – это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимая на эту кнопочку, вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. А вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки. И дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги в СБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекары. Далее. У каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку «Читать», перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как «Список литературы». «Список литературы» – это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный. И вам надо процитировать не только данное издание, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда. То, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется «Библиографическое описание». Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе, и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых гостах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя, и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку, и мы видим, что вместо одной кнопочки «Библиографическое описание», которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это «Описание в Русмарк» и «Поместить в». Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка «Поместить в», она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это «Поместить в учебную программу». Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну, и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке «Рекомендуемые материалы». Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку. И откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в книгообеспеченность. Ну, давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации, какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. Итак, мы нажали на кнопку «Читать» и перешли в читалку, верхняя часть которой у меня здесь и представлена. Что можно делать в читалке? Во-первых, можно искать. Искать в данном случае уже по тексту книги. Большинство книг и все современные книги оцифрованы. Оцифрованы не только в графическом виде, но и оцифрованы их тексты. Поэтому по этим текстам можно искать. Далее, под номером «2» располагается группа кнопок для удобного листания и перехода на конкретную страницу, если она известна. Группа кнопок «3». В ней наибольший интерес представляет кнопочка вот эта. По этой кнопке вы можете взять код вставки и по этому коду вставки вставить в любой открытый интернет-источник, такой как сайт ВУЗа, ваш блог или куда-то еще, вставить интернет-код, который позволяет вставить три любые страницы из книги в это открытое место вместе с вот этой вот читалкой. Это способ делиться частями книг с людьми, которые не находятся внутри университетской библиотеки онлайн и не имеют туда аккаунта. Причем это абсолютно легальный способ делиться этой информацией, потому что информация из книги вставляется не сама по себе, а вместе с нашей читалкой, что означает, что локально в этом месте вашего открытого сайта существует, по сути дела, такая маленькая копия нашей университетской библиотеки онлайн со всеми счетчиками, которые считают количество прочитанных страниц и соответствующим образом выплачивают гонорары тем авторам, которые эту книгу рассместили. Под номером 4 кнопки для масштабирования, больше-меньше, по всему листу, по ширине и в полноэкранном режиме. Ну и наконец, под пятым номером группа кнопок для того, чтобы открыть режим текстовый, текстовые верстки, распечатать страничку, перегрузить ее и так далее. Ну и наконец, дополнительные возможности по листанию. Давайте мы еще раз более подробно остановимся на вот этом функционале в ролике, который я вам сейчас покажу. Наконец, мы добрались до самого главного и теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. При нажатии на эту кнопку открывается читалка, в которой можно, собственно, читать эту книжку. Чтение, разумеется, в любой электронной библиотеке – это основной процесс, поэтому сейчас мы остановимся на том функционале, которым обладает данная страница. Данная страница состоит из, собственно, читалки и вот этого синенького поля с пятью вкладочками, о которых мы поговорим чуть попозже. Ну, сама по себе читалка достаточно прозрачна, достаточно удобна и понятно, как ей пользоваться. Вот есть несколько способов перемещения по страницам. Это вот так вот вперед-назад. То же самое можно сделать наверху – вперед-назад. Также можно переместиться к началу и в самый конец. Ну и можно набрать какую-то конкретно страницу. Вот, например, сотая страница. Попадаем на сотую страницу. Ну и последний способ, при помощи которого можно перемещаться по книге – это вот снизу есть движочек такой, при помощи которого это можно делать. Следующее, что можно делать – это искать по книжке. Ну, давайте здесь наберем… Так как книжка на английском языке, давайте наберем какое-нибудь слово на английском языке. Ну, я, например, набираю слово «милк» на «по». Мы видим, что есть какие-то результаты. Давайте перейдем на 39-ю страницу. Вот оно, это слово. Вот, чтобы его отметить, я воспользуюсь одним из инструментов. Позже я покажу, что это за инструмент. Вот сейчас мы отметили это слово. О том, как мы это сделали, поговорим позже. Пока достаточно того, что вот мы поиском нашли это слово. И таким образом тоже можно перемещаться по книге. Далее давайте поговорим о группе управляющих пиктограммок, которые находятся в правом верхнем углу. Вот здесь вот. Первая кнопочка достаточно интересна. Я думаю, что про эту кнопочку у нас будет небольшой дополнительный учебный ролик. Это кнопочка, которую мы называем «EBS как сервис». Эта кнопочка позволяет вставлять код нашей читалки в любой внешний ресурс и получать там ограниченный отрывок из этой книжки. Ну вот, например, не больше трех страниц из этой книги я могу вставить при помощи этой кнопочки. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот здесь я, например, отмечаю от пятой страницы по восьмую. И появляется вот такой вот код какой-то. И этот код я могу вставить в свой блог, на свой сайт, в систему дистанционного обучения. Ну, много куда, где я могу, собственно, вставлять коды в HTML, код своей страницы. Ну вот, давайте посмотрим, что при этом получается. Саму вставку я показывать сейчас не буду. Покажу только страничку, на которую я вставил код книжки. Обращаю ваше внимание, что это внешний ресурс. И на этом внешнем ресурсе эти три странички могут располагаться. Далее. Рассмотрим следующие кнопки. Кнопочка вот с треугольничком и восклицательным знаком служит для того, чтобы вы сообщали об ошибках, если найдете их. При помощи этой кнопки вы можете описать ошибку, если вы нашли ее на какой-то странице. Следующая кнопочка служит для того, чтобы можно было сохранить кусок данной книжки в виде PDF-файла. Вы можете сохранить в день не более 10% всего объема книги. Ну, например, я сохраняю с 17 по 32 страницу. Подтверждаю. И вот возникает такой файл, который мы можем либо сохранить, либо сразу открыть в Adobe Reader. Давайте откроем его. Ну, и вот мы видим, что здесь появилась наша книжка, которую мы можем использовать уже в виде PDF-файла. Следующие пять кнопочек это вот такие вот стрелочки. Они служат для управления масштабом просмотра. Ну, первая из них делает просмотр на всю страницу. Вот так вот. Следующая кнопка открывает просмотр выровненным на ширину страницы. Следующие кнопки служат просто для увеличения или уменьшения масштаба. Ну, и последняя кнопка открывает ридер на весь экран браузера. Следующая кнопка в виде книжечки показывает нам текст данной страницы. Здесь вы видите верстанное изображение. Это просто сканированное изображение. А сейчас вы увидите текст. Ну, вот текст появляется в таком неверстанном варианте. Ну, тем не менее, его можно выделить каким-то образом, копировать. Ну, и, например, разместить в файле Word. После этого как-то отверстать, как вам надо, и что-то с ним делать. Например, вставить свой документ. Следующая кнопка. Давайте закроем это окошечко. Следующая кнопка позволяет вам распечатать текущую страницу. Ну, не будем это делать. Предпоследняя кнопка служит для обновления экрана. Ну, иногда такая функция нужна, если по каким-то причинам что-то на экране произошло. И последняя кнопочка в виде карандашика. Ей мы уже один раз пользовались. Она служит для создания пометок на страницах вашей книжки. Ну, давайте сделаем несколько пометок. Мы можем это сделать разным цветом. Например, я делаю фиолетовым цветом. Оранжевым цветом пометочку. Ну, и каким-нибудь синим цветом. Пометки выделяют не текст, а область экрана. И пометки можно при необходимости снять. Такого рода разноцветные пометки, они остаются в книжке между сессиями. То есть вы можете зайти через несколько дней в свой аккаунт и обнаружить, что в этой книжке остались ваши пометки. Это очень удобно для того, чтобы помнить о каких-то важных моментах в книге. Итак, саму читалку мы рассмотрели. Давайте теперь посмотрим, что делается на вот этих вот голубых вкладках справа от читалки. Ну, прежде всего, вы можете оставить отзыв о книге. Ну, вот кто-то уже оставлял отзыв. Давайте еще раз оставим отзыв. Поставим отметочку какую-нибудь. Ну, давайте поставим пятерку. И напишем здесь что-нибудь. Очень полезная книга. Нажимаем на добавить. И рекомендация о книге оставляется. Эта рекомендация добавляется ко всем другим рекомендациям, которые другие читатели оставили от данной книги. Во второй вкладке мы можем открыть информацию о книге. Это практически та же информация, которую мы видели на страничке ознакомления с книгой. Это аннотация, содержание мы можем снова открыть, перейти по какой-то конкретной страничке. Например, вот сюда вот, на 69-ю страничку сразу попали. Следующий пункт – это закладки в книге мы можем делать. Закладка в книге делается на той самой странице, на которой вы в данный момент находитесь. Ну, вот мы сейчас находимся на 68-й странице. Давайте сделаем закладку. Название закладки мы можем поменять. Например, ну вот первое, что пришло в голову, да? И к этой закладке можем сделать комментарий. Вот так вот мы написали. Это наша первая закладка. Закладка добавлена. Ну, теперь мы можем ходить вперед-назад по книге. Вот, например, дошли до конца и хотим вернуться к нашей закладке. Открываем и вот находим нашу интересную страницу и переходим снова на нашу закладку. Закладки также остаются в вашем аккаунте от входа к входу. И вы можете в следующий раз зайти и начать чтение вашей книги с той закладки, которую вы оставили. Ну, еще одна возможность – это так называемый цитатник, в котором вы можете хранить отрывки из ваших книг. Ну, вот, например, выделим какой-то кусочек вот здесь вот до текста. Скопируем его. И загрузим его в цитатник. В данном аккаунте уже есть 6 цитатников. Давайте создадим еще один цитатник. Назовем его по названию «Дисциплины. Иностранный язык». Открываем этот цитатник и вот сюда вставляем цитату и какой-то комментарий. Добавляем запись. Запись успешно добавлена. Теперь, наверное, нам надо понять, где этот цитатник находится, где мы потом эти цитаты можем обнаружить. Цитатник находится в ряду правых верхних голубых кнопок. Вот вы видите, что есть специальная кнопочка под названием «Цитатник». И вот здесь хранятся цитатники и внутри цитатников хранятся цитаты. Ну вот, мы видим, что здесь присутствует наша цитата. Мы можем ее отредактировать, как-то, например, поставить здесь не точку, а три точки, да, вот так вот. Отредактировать комментарий и применить. Ну и потом эти цитаты внутри цитатника вы можете использовать в своих рефератах и каких-то других производных произведениях. Вернемся на страничку нашей книги. Мы рассмотрели все. Осталась только вкладочка «Каталог». Эта вкладочка просто дублирует функционал главной страницы сайта электронной библиотечной системы. Она не имеет отношения конкретно к данной книге. Ну что ж, мы с вами полностью ознакомились с функционалом чтения книги. Я думаю, что этот функционал достаточно прост и интуитивно понятен. На этом наш учебный ролик заканчивается. Благодарю вас за внимание. Приятного чтения. Мы рассмотрели функционал читалки. Давайте теперь продолжать. Да, ну вот это повторяет все, поэтому я это проматываю. И про библиографическую запись тоже было сказано. Если вы хотите воспроизвести для себя или для своих студентов посмотренные только что ролики, вот можете перейти по вот этим вот ссылкам и показать их тем или пересмотреть, если для вас это будет нужно. Презентацию вы также можете скачать. Я не буду дублировать эти записи в наш чат. Если надо, скачайте просто презентацию. Далее, о чем надо было бы сказать, это поиск. И поиск у нас есть как обычный, так и расширенный. В поиске есть, в расширенном поиске есть большое количество фильтров, которые могут помочь вам в выборе вашей книжки. Ну вот первые два управляют тем, как ваши слова вот здесь вот в этом поле будут интерпретированы. Дальше, по умолчанию, взведена галочка «Искать только в описании». Если вы эту галочку уберете, то будет полнотекстовый поиск по всем текстам всех книг. Можно искать учебники только с грифом. По умолчанию поиск происходит только в доступной в вашей версии ЭБС части книг. То есть, если вы приобрели только определенное количество книг, или какие-то коллекции, какие-то не приобрели, то поиск будет происходить только в этой части. Если вы уберете эту галочку, то поиск будет происходить по всей ЭБС, по полным возможностям ЭБС. Дальше можно указать издательство, можно выбрать из списка укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Также можете выбрать год издания, точнее тот диапазон, в котором должен находиться год издания. Выбрать тип издания, например, такие типы, как книги, периодические издания или мультимедийные издания. Ну и еще есть вариант показать больше фильтров, где есть еще некоторые дополнительные возможности, например, искать на сторонних сайтах, таких как правовые сайты и так далее. Также есть видеоролик у нас. Можете на нашем видеоканале поискать его и где-то 10-минутный ролик, как осуществляется поиск и какие есть фильтры, как они работают. Вы можете формировать в своем аккаунте, можете формировать так называемые поисковые выборки. Поисковые выборки – это набор книжек, которые вы выбираете в процессе поиска. Дело в том, что поисковая выдача, как правило, включает не только интересные вам книги, но и то, что непонятно, нужно вам или нет. Каждый раз переходить к сению и выбирать книги, и потом отбирать только то, что вам точно нужно, это достаточно расходный способ работы, то есть это требует больших ресурсов. Иногда лучше сосредоточиться на отборе, сначала осуществить широкий отбор, и потом уже из этого широкого отбора посмотреть, что вам действительно нужно. Для этого существуют поисковые выборки. Поисковые выборки находятся вот в этой вкладке «Мои события». Эта вкладка, в свою очередь, находится в вашем аккаунте. Если вы помните, при описании первой страницы я показывал то место, где вы переходите на работу в своем личном кабинете. Вот там находится вкладочка «Мои события», и в ней есть подвкладка «Поисковые выборки». Вот эта вкладка, в ней именованные выборки, каждый из которых может содержать любое количество кликабельный список книжек. Для формирования выборки надо всего лишь в процессе поиска ставить галочки рядом с определенными книжками, и в конце, после того, как вы всю поисковую выдачу просмотрите, нажать на кнопку «Сформировать поисковую выборку», поименовать ее, эту выборку, либо добавить в одну из уже существующих выборок. Ну, а потом эти выборки можно для себя сохранять, как-то их убирать то, что не надо, оставлять только то, что надо, и так далее. Таким образом, формировать для себя некий набор литературы, который для вас более важен, чем все остальное. Специально для преподавателей какие есть функции? Например, есть информация о вашем индексе цитирования. Индекс цитирования обновляется каждый раз, когда вы входите на страницу показателя RINZ. Показатель RINZ в вашем личном кабинете находится, и выглядит примерно вот так. Для того, чтобы ваш показатель RINZ работал и обновлялся верно, надо, чтобы при создании вашего аккаунта совершенно точно была указана ваша фамилия, имя, отчество в той же литерации, как это было сделано на сайте e-library, и на котором, собственно, и находятся исходные данные по вашему RINZ. Если в RINZ существуют люди, полные ваши тезки, с фамилией, имя, отчеством, совпадающими, то, возможно, вам придется подправить ваш SPIN, то есть ваш ID, который существует на сайте e-library, и указать его точно. Вот здесь вот. То есть иначе может происходить следующее, автоматически может схватиться первый попавшийся человек с полностью совпадающими с вами фамилией, именем и отчеством. Что у нас делается для того, чтобы преподаватели-авторы чувствовали бы себя хорошо? Вот у нас существует такой вот круговорот цитируемости, который позволяет быстро публиковать ваше издание, быстро его цитировать и быстро отправлять в RINZ и так далее. Более подробно об этом мы поговорим, когда будет мой вебинар, посвященный работе преподавателей-авторов с издательством Директ Медиа. Ну, пока скажу только вкратце. Этап подготовки и печати книги в электронном виде занимает примерно около месяца. Это гораздо меньше, чем этап подготовки и печати книги в бумажном виде. Уже одно это сокращает, позволяет увеличить линка обмен и быстроту, с которой появляется ваша книга в обороте, в читательском обороте. Далее, те моменты, сейчас я повторю эти кадры. Библиографическое описание и списки литературы, которые размещаются еще на предварительном экране, они позволяют технически улучшить цитируемость. То есть, те иногда цитируемость зависят не от того, хочет ли вас процитировать автор или нет, а, к сожалению, от чисто технических моментов. Просто иногда ему кажется, что подготовка нормального библиографического описания и нормальной ссылки, она для него чрезмерно затратна. Поэтому цитируют только некоторые источники из используемых. Мы же позволяем вот так вот прямо копипейстом взять вот это библиографическое описание и сразу вставить к себе в работу. Особенно это важно для молодых ученых, которые еще не умеют это грамотно делать, либо пока еще не очень свыклись с научными традициями цитирования и так далее. Таким образом, это еще один способ поднятия цитируемости. Ну и, наконец, просто доступ большого количества людей к электронной версии книги, он позволяет увеличить охват этой книги. Не обязательно книги, да, речь может идти о статье, о любой форме монографии. Вот таким образом, вот этот вот линькооборот, я его иногда называю улучшением информационного метаболизма книги, позволяет все делать быстрее и увеличивать количество ссылок, которые получает автор на свою книгу. К этому добавим, что те книги, которые попадают в нашу электронную библиотечную систему от авторов, они в течение месяца, информация о них отправляется в РИНС, и дальше уже идет время, когда и лайбрари их обрабатывает, и помещает к себе. Таким образом, и этот период, он достаточно краток, и позволяет быстрее вашей книге войти в нормальный книгооборот. Что еще могут, какие возможности у преподавателя есть дополнительные к тем возможностям, которые есть у студентов? Ну, во-первых, добавить свою книгу в качестве базового учебника, вот здесь примерно показано, как. Это тоже делается в вашем личном кабинете. Вот мы нажимаем на кнопочку «Добавить базовый учебник», и он появляется вот здесь, в списке базовых учебников. Также у нас есть на сайте раздел, который называется «Мои научные интересы». Если вы часто присутствуете в университетской библиотеке онлайн, то по результатам ваших отборов, ваших чтений, а также по явному указанию, вашему указанию в виде тегов, формируется некая книжная полка, которая должна представлять для вас научный интерес. Если вы хотите явно настроить эту часть нашего сайта, вы можете воспользоваться кнопкой «Выбрать интересы». Да, ну, сами научные интересы вы можете выбрать вот здесь. Ой, прошу прощения. Вот они выбираются вот здесь. Дальше можете отсортировать ту литературу, которая у вас появилась по новизне, либо по популярности. Ну, и можете настроить свои интересы. Настроить можете, либо явно помещая некие теги в список ваших интересов, либо можете взвести галочку на основе статистики, и тогда начинает применяться некий такой умный алгоритм, который следит за вашим чтением и пытается понять, что же вам интересно, и на основе уже прочитанных вами изданий начинает формировать для вас некоторые предложения по чтению. Хотел бы отметить, что все сервисы Директ Медиа имеют мобильные версии, и университетская библиотека онлайн тоже является таким сервисом. У нее тоже есть мобильные приложения. Я уже говорил, они действуют для iOS и для Android. У нас есть раздел, который называется «Тематические коллекции», и этот раздел будет очень вам полезен, если вы хотите предложить своим студентам темы для чтения. Вот эти 182 тематические коллекции – это специально отобранные коллекции литературы. от десятка до примерно полутора сотен книг могут входить в такие коллекции. По наиболее актуальным или наиболее востребованным вопросам истории, философии, гуманитарных наук, точных наук, есть книги для юношества и многие другие вопросы, связанные с современностью и так далее. В чем отличие вот этих коллекций от выбора поиском или просто поиска книги в каталоге? Дело в том, что к формированию этих коллекций приложили руку книговеды, приложили руку редакторы, книголюбы, те, которые специально бережно подобрали именно те книги, которые пригодятся студенту или аспиранту, который хочет познакомиться с данным вопросом. Вот подчас самостоятельно найти все эти книги поиском или поиском по каталогу не представляется возможным, поэтому это хороший способ, еще дополнительный способ для того, чтобы подробно изучить контент нашей библиотеки в определенных конкретных вопросах. Говоря о контенте, я не могу сейчас говорить полностью обо всем контенте, это очень особый разговор, но я поместил в общедоступные ресурсы два PDF-файла. Это некие новостиные вещи, которые с этого года мы стали распространять в наших рассылках, список тех книг, тех изданий, которые пополнили нашу библиотеку. Вот в общедоступных ресурсах присутствуют PDF-файлы, новинок за январь и февраль. Если вам это интересно, можете скачать и посмотреть. Как правило, интерес для новых пользователей представляет вопрос, куда обращаться в случае затруднений, если что-то у вас не получилось в университетской библиотеке онлайн сделать. Первое, куда можно обратиться, это на наш учебный канал на YouTube. Давайте о нем поговорим. Это, собственно, ссылку на нем в самом начале чата я дал. Еще раз могу только попросить вас подписаться, чтобы иметь доступ к базе знаний, которая хранится на нашем видеопортале. В том числе вы там найдете, кроме огромной коллекции записей вебинаров, и учебные ролики, которые могут вам помочь. Следующий пункт, собственно, да, это вот на нем вы присутствуете, это поучаствовать в вебинаре, получить свежую информацию о интересующем вас вопросе. Ну, третий путь – это связаться как-то с техподдержкой. Связаться можно многими способами. Первый из них – это просто нажать на какую-то вкладку, вот такая. Она может быть сбоку, может быть снизу. «Задать вопрос» называется вкладка. Открывается окошко, в котором вы просто задаете вопрос техподдержки. Ответ вам придет по электронной почте. Как правило, достаточно быстро, если это происходит в рабочий день. Рабочий день нашей техподдержки не 24 часа, но расширенный с 8 до 8 по московскому времени. Также можете просто написать на адрес helpdirectmedia.ru. Можете связаться с нами по скайпу. Либо позвонить в пределах России по бесплатному телефону 8 800 и так далее. Но желательно, если вопрос у вас не такой не текущий, а какой-то более сложный, например, вы нашли какую-то ошибку или что-то работает не так, первоначально известить нашу техподдержку письменно, чтобы они смогли подготовиться к ответу на ваш телефонный звонок. Ну и, наконец, если ничего не помогает, просто выясните в своем личном кабинете имя вашего персонального менеджера и свяжитесь уже по конкретной почте с ним. Не пишите вот сюда, там у вас будет свой электронный адрес какой-то, можете ему написать или даже связаться с ним по телефону с тем, чтобы он уже каким-то образом разрешил ваш вопрос, если иначе он не решается. Напомню, что я рассказывал вам о том, что в ближайшее время будет проходить вебинар, посвященный работе преподавателей в качестве авторов в нашем издательстве Директ Медиа. То есть, как можно опубликовать, на этом вебинаре будет рассказано, как можно опубликовать электронные издания в университетской библиотеке онлайн. Вот можете перейти по вот этому адресу. Давайте вот этот адрес я все-таки скопирую и вам сейчас предоставлю. Одну минутку, я заберу его из презентации. Так, копирую адрес и помещаю его в наш чат. Вот можете сразу, если кого-то вопрос публикации интересует, собственных в ЭБС, сразу записаться на этот вебинар, чтобы уже потом не дожидаться рассылки соответствующей. Ну и напоследок я хотел бы рассказать о том ресурсе, который тоже может представлять интерес для преподавателей и студентов, особенно гуманитарных направлений. Это наш большой проект, который называется «Арт-портал». Об «Арт-портале» я тоже буду отдельно вести вебинар. «Арт-портал» — это, с одной стороны, это традиционная галерея, которых достаточно много в интернете, с другой стороны, это не традиционная галерея, а некие «Когда будет?». Ну, давайте сейчас я вам тогда размещу и на него. Это у меня займет, надеюсь, не больше полуминуты. «Арт-портал» — это наш учебный портал. Почему мы его считаем учебным? Потому что он несколько отличается от традиционной галереи. Он совмещает... Ну, да, мне тоже очень нравится, потому что я непосредственно принимаю участие в его работе. Итак, «Арт-портал» — это, с одной стороны, это база данных по изображениям художественного, посвященным произведениям искусства. Наверное, сейчас уже больше, чем 65 тысяч изображений, около 70 тысяч уже, более 5 тысяч авторов, 3 тысячи музеев представлено. Но в последнее время «Арт-портал» развивается не только в сторону увеличения количества изображений, и даже не столько, сколько в сторону улучшения качества изображений, улучшения качества описаний, появления дополнительного функционала, такого как ось времени, подробных описаний и роликов по видам искусства, и так далее, и так далее. То есть очень много нового у нас там происходит с тем, чтобы этот «Арт-портал» мог бы использоваться в качестве уже учебного материала для дисциплины МХК, мировая художественная культура, как в УЗИ, так и в школах и техникумах. «Арт-портал» еще сильно отличается от «АБС» тем, что этот сервис в основном бесплатный, а платными являются только некоторые его части. То есть как галереи вы можете воспользоваться бесплатно, а платными являются некоторые только сервисы. Ну вот здесь, не буду здесь повторять то, что написано, несколько десятков стилей и направлений с достаточно подробными описаниями, несколько десятков жанров представлены у нас. Существует большое количество изображений с великолепным качеством, некоторые из них даже с гигапиксельным качеством. Об этом мы как раз поговорим на соответствующем вебинаре. Частью нашего портала является раздел «Арт-потека». Это вот как раз подписной раздел. В прошлом году каждые две недели, а с этого года каждую декаду уже появляется новый выпуск «Арт-потеки». «Арт-потека» – это электронное периодическое издание, в котором в настоящее время каждые 10 дней появляется новый проект с подробным описанием какого-то вида, жанра, автора, музея и так далее. Это действительно подробное описание. Олег Васильевич в своем стиле критическом. Я его во многом поддерживаю, но сейчас немножко коснусь этого. Итак, кстати, «Арт-портал» немножко в другом стиле сделан, и, возможно, он вам понравится больше. Тем более «Арт-потека». Это действительно подробное описание, содержащее примерно в каждом выпуске по одному, двум, трем авторским листам текста подробным, с описаниями, с большими картинками, со слайдерами, с осями времени, интерактивностями, роликами и так далее, мультимедийными. Вот, и с очень интересной тематикой. Ну и, да, вот так выглядит один из интерактивных элементов. Это «Ось времени». К наиболее привлекательным чертам проектов являются вот такие проекты, как «Интерактивная карта». Это обзор какого-то конкретного произведения в гигапиксельном режиме с отдельными описаниями каких-то маленьких частей. Как правило, это для тех картин делается, где большое количество мелких деталей. Вот к таким относятся, например, садземных наслаждений «Иранима Боска». Творчество Иванова, «Явление Христа народу». Вот так примерно это выглядит. Вот очень можно с подробным качеством это все рассмотреть. В ближайшее время, кстати, ожидается еще одно интерактивное путешествие, посвященное Брейгеле уже у нас. Ну, о нем я расскажу как раз вот тогда, когда 4 апреля. Можно ли как-то включиться в вашу рассылку по вебинарам? Хорошо. Ирина Николаевна, переходите на главную страницу нашего сайта. Сейчас я ее вам дам. Перемещайтесь в самый низ. Сейчас, одну минутку. Перемещайтесь в самый низ. И там есть кнопка «Подписаться». Сейчас я точно скажу, как она называется. Кнопка называется «Подписаться на рассылку Директ Академии». Давайте я вот даже сделаю вот так вот. Покажу на эту кнопку. Сейчас я дам вам изображение. Вот, посмотрите, вот здесь вот подсказочку, как это сделать. Так, пытаюсь ответить Олегу Васильевичу форматы интерфейса. На сегодня-завтра это анахронизм. Ну, за Википедию говорить не буду. У меня есть по этому поводу отдельное мнение. О том, что Википедия сильна, извините, скажу, вот не по своей теме. Да, я не специалист. Но, тем не менее, что Википедия сильна не интерфейсом своим, к нему очень много претензий, а сильна сообществом. Вот теми процессами, которые происходят в сообществе. Что касается интерфейсов ЭБС, ну, могу сказать вот в чем в основном вопрос. О том, что современные интерфейсы, они нам задают тон компании, которые на две головы мощнее нашей, такие как Facebook, там, например, Яндекс и так далее. Конечно, они имеют возможность построить интерфейсы гораздо более умные. А мы находимся в немножко более таком сложном положении. Что же касается, что будет лет через 5-10, это очень интересные вопросы. У меня года три назад был доклад на одной конференции, где я пытался помечтать по поводу того, как будет выглядеть ЭБС в будущем. Скажу лишь вкратце основной вывод. Я думаю, что развитие ЭБС будет идти по пути все большего улучшения поиска и все меньшей важности элементов каталога. А также самым главным будет у нас не только в ЭБС, но и много где, и в обучении происходить в области добычи информации из хаоса. То есть, добыча знаний из хаоса – это будет основное. И как только появятся соответствующие алгоритмы, то преобразуется и ЭБС, и, возможно, даже само понятие ЭБС устареет, и будут какие-то новые системы, которые будут не столько предоставлять доступ к самим книгам, сколько предоставлять доступ к выборкам информации из отдельных книг. Ну, как-то вот так. То есть, все это сольется в одно… Да, ну, я надеюсь, что да. Вы поняли. Это мое личное мнение, да, как эксперта в области онлайн-обучения и знаний, да, но не более того. Вот, собственно, это был мой прогноз еще пять лет назад, когда меня просили сделать прогноз на одной конференции, посвященной онлайн-обучению. Частично он оправдывается, но несколько медленнее, чем хочется. То есть, искусственный интеллект растет и очень сильно, но не всегда в этой области. Вот, так что вполне возможно, что через 10 лет некоторые элементы ЭБС мы все еще застанем. Вот, ну, то, что мир преобразится, это точно. Ну, что ж, коллеги, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Спасибо Олегу Васильевичу за интересные вопросы, он их всегда задает. Вот, ну, панацея или не панацея, непонятно, может быть, наоборот, не панацея, а я. Посмотрим, как будет развиваться дальше это все дело. Коллеги, огромное вам спасибо. Приходите на наши вебинары, наши вебинары проводятся каждый день. Обращаю ваше внимание, нам этого, это наши существенные усилия. Кстати, наверное, и так можно ответить на вопрос о том, во что это все выливается. Вот, видите, 5 лет назад у нас не было Директ Академии, теперь она есть. И это некоторый новый способ донести знания до нашей аудитории. Коллеги, до встречи. Во-первых, до встречи на моих вебинарах, и, во-вторых, до встречи на вебинарах Директ Академии. Новая неделя обещает быть интересной. У нас новые авторы появляются. Вот, а вам хороших выходных, и с новыми силами приходите в Директ Академию в понедельник. Всего доброго, до новых встреч. Через минуту я опубликую в чате ссылку на страницу выдачи сертификатов, где вы уже сможете приобрести сертификаты.